Недельное проживание в полевых условиях, курс физической подготовки, военно-тактические игры и оказание первой медицинской помощи. Через все эти испытания проходят участники ежегодного слёта «Звезда». Он в эти дни проходит в районе озера Васькино. Вслед за активной молодёжью отправилась наша съёмочная группа. Подробности у Дмитрия Маркова. Идея создания туристического слёта «Звезда» появилась у сотрудников молодёжного центра в 2010 году в рамках программы «Молодёжь Ненецкого автономного округа». Изначально идея была такова, чтобы взять подростков, которые летом не находятся в отпуске, не учатся, и организовать форму летнего отдыха на неделю вывезти в лес, пообщаться с природой, получить какие-то навыки. И, собственно, год от года программа насыщается, привлекаем всё новых и новых людей, инструкторов. Если раньше это просто был формат такого, ну, более развлекательный, то сегодня это уже, ну, настоящий патриотический слёт. В этом году в слёте приняло участие 16 юношей и девушек. В полевом лагере, возведённом самими участниками, введён практически армейский режим. Ребята разделились на две группы и в каждой выбрали командиры отделения. Также в каждой команде есть свой флаг и гимн. Приготовлением еды тоже занимаются сами участники. Для этого из каждой группы были выбраны дежурные по кухне. О распорядке дня нашей съёмочной группе рассказал ведущий специалист патриотического отдела молодёжного центра Сергей Журавлёв. Всё, как и в любом лагере, начинается с подъёма. Он у нас проходит в 8 утра, затем телесный осмотр, медицинский работник проводит телесный осмотр, потому что мы в лесу, а лес это непредсказуемые, ситуации различные. Затем идёт зарядка, традиционная зарядка, пробежка, утренняя гимнастика, завтрак. После завтрака, исполнения гимна, подъём флага, строевая подготовка, закрепляем знания, изучаем что-то новое. После утренних упражнений у ребят идут занятия по блокам. Один из них – верёвочный курс. Участникам необходимо научиться правильно натягивать навесную переправу, параллельные перила, бабочку и с их помощью перемещаться через препятствия. Также ребятам провели курс по устройству автомата Калашникова и научили правильно заряжать патроны. Одно из самых интересных мероприятий слёта – боевая тревога. Участников посреди ночи будут сирены и выдают по учебному автомату Калашникова и противогазу, после чего ребята должны пропасти задымлённую область. Слёз звезда продлится до 14 августа. В программе у ребят ещё соревнования по армрестлингу. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.